В какой стране руководители могут получить пожизненное правление? Почему очередная ракета Илона Маска не смогла стартовать? И для чего нужна не портящаяся пицца? Обо всем этом прямо сейчас. Потушили факел. В южнокорейском Чонхане официально закрыли зимние Олимпийские игры. Отпраздновали ярким период техническим шоу. В небе с помощью десятков фонариков изобразили белого тигра Сухарана, символ этих соревнований. Все спортсмены танцевали и пели вместе на главном стадионе Олимпиады. Лидером общего медального рейтинга стала норвежская сборная с 14 золотыми наградами. Украинские спортсмены в этом году завоевали одну золотую медаль и заняли 21 место. Пожизненную власть могут получить китайские руководители. Из Конституции собираются исключить ограничение срока пребывания у руля страны. С таким предложением выступил Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Поправки будут касаться председателя и вице-председателя КНР. Сейчас Конституция позволяет занимать эти должности не более двух сроков подряд. Если изменения одобрят, нынешний глава Китая Си Ци Пинь сможет руководить государством сколько угодно. Американская компания SpaceX отложила сегодняшний запуск ракеты Falcon 9. Об этом она сообщила в Твиттере. Ракета должна была доставить на орбиту испанский телекоммуникационный спутник. Старт отложили из-за проведения дополнительных тестов. Компания будет проверять систему герметизации некоторых конструкций Falcon 9. Новую дату запуска пока не сообщают. Крупный некрополь возрастом более двух тысяч лет нашли недалеко от египетской столицы Каира. В нем 17 идеально сохранившихся мумий в деревянных и каменных саркофагах. Кроме них бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда и более тысячи погребальных статуэток. Раскопки начались в 2017 году. Но археологи говорят, это только начало. Чтобы полностью исследовать находку, нужно еще как минимум пять экспедиций. Не портящуюся пиццу будут получать в сухом пайке американские солдаты. Она будет пригодна к употреблению в течение трех лет. На создание пиццы, которая не пропадает даже в условиях жары, специалисты потратили не один год. Все это для того, чтобы скрасить тяжелую службу солдат. Ведь пицца будет напоминать им о доме. Новые сухопайки начнут выдавать военным уже в 2019 году.